Спасибо, Татьяна! Да, мировая общественность до сих пор обсуждает рекорды 12.98 в исполнении нашего Сергея. Это новый рекорд России. Более ранний рекорд страны принадлежит также Шубенкову. Правда, тогда барьер сбежал чуть медленнее 12.98. Эти кадры можно смотреть вечно. Словно пули Сергей пробежал по дорожке в Венгрии. Обращаю ваше внимание, что он не задел ни одного барьера, в то время как олимпийский чемпион и чемпион мира МакЛеут подшибал их приличное количество. Тот шестой, наш Серега номер один. Есть еще к чему стремиться, ведь мировой рекорд равен 12.80. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Ну что МакЛеут, или как его в шутку называют, Тандем, Шубенков, Клевцов, МакЛаут, Наконец-то смотрит след убегающему Барнаульцу. То ли еще будет на второй сегодня футбол. Куда же мы без него? Тут уже речь пойдет о персоне Александра Ирохина. Есть дебют, 16 лет ожидания и вот вновь в Барнаулец в числе участников главного турнира «Планеты». 97-я стала ключевой в этой истории. Именно в этот миг на газоне обновленных ложников появился Ирохин. Отыграл два дополнительных тайма. Как говорят эксперты, отыграл достойно. Теперь ждем его выхода в матче уже 1-4 финала против сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в час ночи по барнаульскому времени. Естественно, официальная фан-зона будет открыта. Естественно, все рестораны, ледовый дворец, Динамо и парковка возле торгового центра «Арена». В завершении главный анонс сезона. На Алтае пакует чемодан и снеговик, он же Джефф Монсон. В Барнауле известный боец ММА проведет мастер-класс, ответит на любые вопросы журналистов и сыграет в футбол. Все это будет в манеже «Темп» завтра. Начало времени 19 часов ровно. Главное, внимание, вход свободный. Отвечает, делает селфи с каждым желающим. На этом у меня все. Эти 200 большие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам счастливого времени, максимальной продуктивности, ну и, конечно же, качественной мышечной массы. Эстафетную палочку передаю вновь в студию.